Здравствуйте! Это «Настоящее время. Итоги» с Юрием Савченко из Вашингтона. Парадоксы, параллели и детали недели и года в дискуссиях с нашими экспертами. В ближайшие полчаса смотрите. На проводе. Чем грозит сотрудникам ФСБ разоблачение Навального? И почему секретные службы не боятся быть рассекреченными? Не просто санкции. Как в администрации Байдена намерены ответить российским хакерам? А также штамм в неизвестность. Ковидные мутации в Британии и закрытие границ и год пандемии. Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире. Итак, большим скандалом для российских спецслужб была омрачена неделя, начавшаяся с Большого юбилея. В воскресенье 20 декабря служба внешней разведки России СВР отпраздновала свой сотый день рождения. А в понедельник российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал свой телефонный разговор с, как он сам утверждает, сотрудником другого подразделения спецслужб ФСБ Константином Кудрявцевым. Он, по данным Навального, входил в группу, подготовившую ранее в этом году отравление политиков Томски. Детали операции, включая самые технические, Навальный получил, представившись помощником секретаря Совбеза России, бывшего главы ФСБ Николая Патрушева. Кажется, никогда триумф и провал не соседствовали в судьбах российских спецслужб так близко. В ФСБ при этом публикацию телефонного разговора назвали подделкой и провокацией, осуществленной с помощью иностранных спецслужб. По данным опроса Левада-центра, почти треть опрошенных социологами россиян считают отравление Алексея Навального инсценировкой. При этом на фоне опубликованных в медицинском научном журнале Lancet данных, восстанавливающих детали отравления, в Госдепартаменте США в середине недели заявили, что в Вашингтоне не сомневаются в причастности офицеров ФСБ к отравлению оппозиционного политика нервно-паралитическим газом новичок. Я обратилась к нашему надежному источнику, главному редактору сайта «Агентура.ру», автору книга российской разведки Андрею Солдатову, с просьбой прокомментировать хитросплетение фактов, совпадений и несостыковок в этом, пожалуй, самом громком скандале с разоблачениями уходящего года. ФСБ сейчас уже назвало интервью, во-первых, провокацией, во-вторых, подделкой. Вообще, возможность подделки или, скажем, двойного пранка в этой ситуации мы можем допустить? Ну, вообще, все, конечно, можно допустить. Можно допустить, что и звонил-то не Навальный, а какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь 3D-модель Навального. Но есть какие-то ограничения в том, что мы можем допускать. Ну и, кроме того, мой личный опыт общения с сотрудниками ФСБ, особенно теми, кто представляет технические подразделения, в принципе, кудрявшись, что именно такие подразделения представляет, показывает, что, в общем, эти сотрудники не очень готовы к, скажем так, общению с внешним миром, особенно если их заставят располог, не очень понимают, что они могут говорить, как они могут это говорить. Потому что они живут внутри вот этой экосистемы ФСБ, они не предполагаются, что они выходят наружу, они же не оперативные сотрудники и проговариваются, и проговариваются очень серьезно. Второе, из своего личного опыта могу сказать, что это происходит. Вот это был мой следующий вопрос, Андрей. Тут интересная система горизонтального подчинения. Когда звонят человеку, в общем, такого ранга, можно предположить, что самым логичным было бы отослать вопрошающего к вышестоящему начальству, чего в данном случае не произошло. Почему, на ваш взгляд? Потому что непонятна система подчинения или какие-то другие причины? Это связано с тем, чем именно занимается этот сотрудник внутри ФСБ, что он именно из технического подразделения. У меня самого была история несколько лет назад, когда мы делали ресерч для книги The Red Web о российском интернете. Мне очень хотелось найти автора, так скажем так, отца российской системы прослушки электронной. Мы долго-долго искали, в конце концов, в документах откопали, что один заместитель директора ФСБ поставил подписи под всеми главными документами. Он в отставке сейчас, я его нашел в какой-то телекоммуникационной компании, написал ему письмо электронное, и через пять минут он мне позвонил. Вы представляете, то есть зам директора ФСБ, пусть и в отставке, мне звонить напрямую. Я говорю, да, я готов с вами встретиться. Я говорю, когда? Он говорит, завтра. Он говорит, хорошо, где? Он говорит, в 10 утра на Лубянке. Я говорю, где на Лубянке? А вот где сквер с памятником жертвам политических репрессий. Хорошо, я очень удивился, пришел туда, а он там меня уже ждет. В 40 минут он мне рассказывал абсолютно все, что можно про эту систему, почему она именно такая, как она действует. Я с каждой проходящей минутой все больше удивляюсь. Я никак не могу понять, почему он мне все это говорит. На диссидент он не похож, на какого-то правозащитника тем более. Человек из системы. Все это мне рассказывает. В конце, то есть где-то через час нашего разговора, я смотрю, начинает хмуриться. Что-то в его голове все-таки начинает происходить. Он поворачивает свое лицо ко мне и говорит, подождите, Андрей, а разве вас ко мне не пресс-служба ФСБ направила? То есть ему даже в голову не могло прийти, что к нему может обратиться кто-то не из системы, и без санкций сверху. Я думаю, что с Куперевцем произошло то же самое. Ну, то есть получается, что нет понимания того, что вообще есть какой-то внешний мир, который может быть заинтересован деятельностью спецслужб? Конечно, обратите внимание. Этот человек три года ходил и летал за Навальным, и за это время ему даже не пришло в голову посмотреть хотя бы одно видео Навального, иначе он бы точно распознал его очень характерные интонации и голос. Этого не произошло. Ну это что, это какой-то феноменальный уровень непрофессионализма? Да нет, повторюсь, это выглядит как подводная лодка. ФСБ очень замкнутая система. Для очень многих это семейное предприятие. Там работают отцы, там, я не знаю, сестры и братья на несколько поколений. И если ты находишься внутри, но при этом по роду службы, ты не должен взаимодействовать с внешним миром, как это делают оперативные сотрудники, то ты очень странно ведешь себя с точки зрения нормального человека снаружи. Не очень понимаешь эти правила. Мы много об этом писали, что они чувствуют себя так неуверенно часто, потому что они не понимают, как все вот это здесь работает. И иногда остается в системе, даже с очень маленькими зарплатами, просто ради вот этих призрачных гарантий, которые им обещаны. Потому что им очень страшно снаружи, на самом деле. Интересен вообще тот факт, что будет происходить с этими людьми, которые секретная вроде бы команда, а теперь их имена знают, имена и лица знают весь мир. Какую судьбу им стоит пророчить вот в рамках этой структуры? Честно говоря, я не думаю, что там грядут какие-то жесткие репрессии, потому что оперативных сотрудников ФСБ много. А химиков там не так много. На самом деле таких структур ФСБ, которые занимаются исследованиями и созданием оборудования для спецслужб, их всего там по пальцам пересчитать. Ну то есть это ценные кадры? Очень ценные кадры, да. Можно зачистить там, не знаю, несколько региональных управлений ФСБ, и структура переживет это спокойно, безболезненно. Но зачистить, не знаю, химиков, которые занимаются какими-то щекотливыми вещами, я думаю, это будет очень болезненно, и никто делать этого не будет. Тем более люди, это не публичные, ну кроме вот этого, конечно, нашего прекрасного случая, не предполагается, я думаю, что они будут дальше выходить там, ну будут сталкиваться с нормальными людьми. Никакой собственности за рубежом у них, очевидно, нету. Но ездить там за границей они и так не имеют права по новому законодательству. Так что, думаю, нет, никаких особенных санкций против них не будет. Тем более, повторюсь, изнутри ФСБ понимают, что они технические люди, и не очень хорошо обучены, скажем так, как на этом языке это подключать, не очень хорошо обучены, что делать и как противостоять провокациям. Вы в одной из ваших колонок задали риторический вопрос на эту тему, как разоблачить того, кто разоблачения не боится. А вот не парадоксально, что секретные службы не очень озадачиваются фактом своего рассекречивания сейчас? Да, я думаю, это новый феномен, это очень интересное развитие ситуации, которое мы видим прежде всего после дела в Скрипалле, что российские спецслужбы не очень боятся разоблачения. Они, скажем, стали учитывать эту возможность, потому что это происходит уже довольно рутинно. Это началось в военной разведке, сейчас касается ФСБ. И я думаю, что проблема здесь заключается в том, что подбор кадров, которые существуют сейчас в спецслужбах, допускают вот эти вот разоблачения, потому что этих кадров, таких кадров много, они, в общем, сами не настолько важны внутри системы, чтобы задавать эти вопросы руководству, грубо говоря, зачем вы нас так подставили, что же вы делаете, вы нам не дали письменного приказа, не дали письменный приказ, но вам преступник. То есть всего этого недостаточно для того, чтобы устроить внутренний какой-то разбор полетов. Это совершенно несравнимо с тем, что было в 90-е годы, когда сотрудники спецслужб очень боялись разоблачений, постоянно видели, что их как-то подставляет руководство, и это снижало их эффективность. Сейчас мы имеем дело с новым поколением сотрудников, людей около 40 лет, которые не помнят совершенно того, что происходило в 90-е, они сами это не заставили, как сотрудники ФСБ еще. Они видят, что структура всегда одна и та же, а Путин всегда за ФСБ, он их не сдаст, они в это верят довольно искренне и ведут себя как солдатики, которые не задают вопросов. И при таких условиях, даже если кого-то из них засветят, ну, замянем другими такими же. Андрей, ну вот на фоне спорных, наверное, профессиональных успехов ряда подразделений спецслужб, судя по всему, большие достижения есть у киберспециалистов соответствующих ведомств. У нас вот уже в США вторую неделю гремит скандал о взломе государственных учреждений, отсылка идет, предположительно, к российским хакерам, по крайней мере, Госдепартамент в этом уверен. Говорили, что это служба внешней разведки непосредственно в этом задействована. Дональд Трамп в этом усомнился, сказал, что может быть все-таки Китай. Но, в принципе, эту атаку, которая, как мы сейчас узнаем, началась где-то в начале марта, назвали самым серьезным в истории такого рода инцидентов, в принципе. И вот представитель, принимающий дела администрации Байдена, Рон Клайн, пообещал, что новая администрация будет отвечать на подобное вмешательство жестко и бескомпромиссно. И вот здесь вопрос. Можно считать, что киберподразделения российских спецслужб являются на сегодня самыми успешными и результативными бойцами невидимого фронта? С этой историей все не так просто и не так однозначно. Начнем с атрибуции. Дело в том, что ЭПТ-29, который считает ответственной за эту атаку, именно эта группа, но одна из очень немногих групп, которая меняла свою атрибуцию. То есть сначала американские специалисты говорили, что это организация, за которой, группа, за которой стоит ФСБ. Потом в процессе расследования атаки 2016 года решили, что там СВР. И теперь господствующая версия, что это СВР. Честно говоря, у меня остаются большие сомнения, что это именно так. Потому что за, ну, скажем так, за много лет, скажем так, работы с этой темой, я довольно хорошо себе представляю ситуацию там с военной разведкой ФСБ, но я никогда не слышал ни о каких спецподразделениях, киберспецподразделениях в СВР, и чтобы они активно скупали на рынке таких специалистов. Что, в общем, довольно любопытно. То есть я могу, конечно, допустить, что, не знаю, год назад СВР вдруг неожиданно запустила какое-то суперсекретное киберподразделение. Это вполне я допускаю, о котором я ничего не знаю, потому что оно суперсекретное. Но интересно то, что IPT29 – это довольно старая группировка. О ней известно очень много лет. Она одна из старейших. И уж за эти годы бы что-нибудь, но оно всплыло бы. Поэтому я вот как-то сомневаюсь. Может быть, я поверю в то, что это какая-то совместная группа, но то, что там скорее роль ФСБ проглядывает, вот это, мне кажется, более реально. А то, что касается, кто из них там эффективней, тут сложно, честно говоря, я даже не очень понимаю, какие можно придумать критерии, потому что, ну, можно, например, говорить об антитеррористических подразделениях. Да, у нас действительно довольно мало террористов сейчас. Кроме того, российские спецслужбы довольно активно и успешно выталкивали исламистов из регионов Северного Кавказа в Сирию. О чем много писалось. Это довольно успешная, пусть и очень циничная операция, но, в общем, как мы видим, она приносит успех. Кроме того, российские спецслужбы очень хорошо научились, прежде всего ФСБ, позиционировать себя как незаменимый партнер для западных спецслужб в борьбе с терроризмом. И я думаю, что это очень важная история, которая часто не, скажем, ее так часто пропускают. То есть есть области, где ФСБ довольно активно и успешно себя ведет. Я просто пытаюсь представить вот такого шапкозакидательства, которое сейчас распространилось в российском интернете, что в ФСБ работают исключительно идиоты, это какая-то глупая организация, клоунская и так далее. Это совсем не так. Совсем не так. Это очень мощная, очень страшная организация. А основную свою функцию по запугиванию населения выполняет великолепно. У ГАИ это очень хорошо. Поэтому тут надо быть учением аккуратным по прогнозу к оценке. Андрей Солдатов выходил к нам на связь из Лондона. Из британской столицы на этой неделе продолжали поступать неутешительные новости о распространении нового штамма коронавируса. На фоне этих новостей просели мировые биржи. Ряд стран приостановили воздушное сообщение с Великобританией. За происходящим из Берлина наблюдал молекулярный биолог, автор книги «Вирус, который сломал планету» Ирина Якутенко. О новом штамме и эпидемиологических итогах года на сломанной планете мы говорили с ней накануне этого эфира. Я хочу у вас для начала спросить, почему такое напряженное внимание привлечено именно к этому штамму, поскольку мы слышали, что разных мутаций на сегодняшний день коронавируса уже великое множество. Да, ну, во-первых, он циркулирует с сентября, на самом деле. Впервые он был обнаружен 20 сентября. Просто постепенно за ним наблюдали ученые. Там в Британии есть программа, они случайно берут пациентов с ковидом, выделяют вирус из них, вирусную РНК, и расшифровывают ее. Определяют последовательности и сравнивают с другими последовательностями. Так следят за теми штаммами, которые есть в стране, за их эволюцией, распространением, изменением и так далее. И вот они обратили внимание, ученые, что очень много людей стало заражаться этим штаммом, что он распространяется быстрее, чем другие штаммы. Это, собственно, и вызвало большое беспокойство, с одной стороны. С другой стороны, беспокойство вызвало большое количество изменений. Обычно их меньше у других штаммов. На самом деле тут, строго говоря, нет ясности, штамм это или разновидность, потому что обычно штаммом принято называть все-таки разновидность вируса, у которой есть какие-то устойчивые свойства, которые отличают ее от остальных разновидностей. А тут пока непонятно, есть такие свойства или нет, потому что хотя у этой британской разновидности 17 устойчивых изменений, это много, это сильно больше, чем обычно бывает у других разновидностей. Из них некоторые, несколько штук, касаются вот того участка спайк белка, который контактирует с рецепторами. То есть это, вероятно, повышает вирулентность, то есть заразность этого вируса. Ну, плюс там есть некоторые другие изменения, которые тоже могут быть связаны с тем, как вирус проникает в клетки. Но пока мы не знаем точно, действительно ли это так, или действительно есть ли изменения в свойствах этого вируса, или это мутации, которые, да, немножко изменили нам геометрию, да, вот этого места, которое связывается с рецепторами, но не привели, на самом деле, к изменениям. Ирина, ну, а вот на вообще системе вакцинных разработок и вакцины, которые сейчас начинают администрировать уже в Великобритании, ну, вот в Европе, наверное, совсем уже скоро начнется в разных местах, как может повлиять вот это появление этого нового штаба? Нужны ли какие-то новые модификации этой вакцины, или что будет происходить? Нет, пока это и в британском отчете. Пишут и биоинформатические исследования, то есть моделирование того, как выглядит потом теперь у этого вируса, тот самый спайк-белок, на который направлено абсолютное большинство вакцин, фактически все. Пока мы не видим, то есть не кажется ученым, что изменения настолько сильны, что иммунитет после вакцинации, либо после естественной инфекции не будет действовать против этого штамма, потому что и вакцины, и естественные заражения, они дают нам не один же какой-то вид антител, а много антител, которые узнают разные места вот этого спайк-белка и вот этого его домена, который отвечает за взаимодействие с рецептором. Собственно, к нему самые эффективные антитела, потому что они непосредственно блокируют взаимодействие с рецептором и не дают вирусу заразить клетки. Пока мы предполагаем, что, да, может быть, какие-то антитела перестанут работать, но их много разных. И в целом вакцина сохранит свою эффективность против этого штамма тоже. Но опять это все предположение, пока не было проделано прямых экспериментов, которые бы показывали, так это или не так. Вот на сегодня по официальной статистике коронавирусом заразился каждый сотый житель планеты. Здесь целый ряд вопросов. Ну, во-первых, официальная статистика, наверное, во всех странах не охватывает всей степени и вообще всего количества заболевших. А во-вторых, куда вот даже если отталкиваться от этой цифры будет двигаться вообще динамика, какой будет динамика вот в этом наступающем году на ваш взгляд? Во-первых, календарный год – это для нас такая переломная дата, да, с 31 декабря на 1 января. Вирусов все равно, какого числа. Поэтому тут мерить годами прямо-таки не стоит. Скорее стоит мерить какими-то событиями, да, вроде праздников, которые дают нам очередные волны, как мы видим. Что у нас одна волна была, да, ее задавили. Потом пошла волна, когда люди… Отпускная волна была в некоторых странах, когда люди расслабились, поехали в отпуск. Прекрасная летняя волна, соответственно, зародилась, да. Говорили, что вирус сезонный, и летом, конечно же, он не размножается. С самого начала было понятно, что это, в общем, мягко скажем, ничем не обоснованно, но опыт показал, что так оно и есть. Потом бывали волны праздников. Вот в Америке волна Дня Благодарения, когда люди встретились с семьей. И, к сожалению, я думаю, что довольно много членов этих семей теперь не доживут до Нового года, потому что для пожилого поколения это страшный вирус убийственный. Будет волна Рождества, не приходится сомневаться. Поэтому в Новом году мы начнем в тех странах, где было Рождество, с рождественской волны. Это для начала. Что касается, как будет ситуация развиваться дальше, она там связана не столько с Новым годом, сколько с вакцинацией. Потому что мы видим, что никакие карантинные меры, в общем, не помогли, потому что масштабно их применить не смогли, и точечно тоже не смогли. И что, де-факто, это было только кратковременное сдерживание, которое в долгосрочной перспективе, конечно, уменьшило, возможно, количество жертв, но зато растянуло это все очень надолго, потому что вот это все то карантин, то не карантин, то карантин, то не карантин, это все вот так и будет тянуться до момента, пока значительное количество людей не получит иммунитет либо путем вакцинации, либо путем естественной встречи с вирусом. Есть страны, где это очень вероятно, какая-нибудь Индия, где, я думаю, гораздо выше процент, чем реально сообщается. В России, в общем, довольно много людей заражаются коронавирусом. В европейских странах чуть получше ситуации, там, конечно, вакцины дадут нам вот эту прослойку, потому что не так много людей заражаются. И когда основные распространители, те, кто максимально активно ходит, встречается с другими людьми и может передать или подцепить вирус, будут привиты, мы получим некое ослабление ситуации. То есть вирус не уйдет, конечно, сразу, но его станет меньше. Другой вопрос, что та политика вакцинации, которая была выбрана, когда мы сначала прививаем самых уязвимых, тех людей, которые больше всего рискуют умереть, это гуманно, это, безусловно, правильно, потому что для них коронавирус опасен, но мы понимаем, что эта политика немножко отодвинет еще финальную точку решения проблемы, потому что активные распространители – молодые и взрослые, и дети, и подростки – они остаются непривитыми, и еще какое-то время, значит, вирус будет в них циркулировать. Да, он для них не так опасен в среднем, хотя вот недавно вышла статья такая пугающая в «Джамо», такой журнал уважаемый, что повышенная смертность среди молодых, то есть 25-45, по-моему, там был временной промежуток, или 25-44, там 12 тысяч человек, и она в процентах тоже очень существенная. То есть они составляют, по-моему, 38%, что ли, среди всех категорий, среди которых наблюдается дополнительная смертность, ну, очевидно, связанная с ковидом. То есть по итогу, когда мы начинаем считать, мы видим, что и молодые очень тоже умирают, к сожалению, от этого вируса, не то, что они прям к нему неуязвимы, и можно не бояться. Поэтому прогнозы давать сложно, тем более, что, то есть, скажем так, если вирус не собирается мутировать, не будет мутировать слишком быстро, и не уйдет из-под вакцинного иммунитета, иммунитета при естественном заражении, то мы надеемся, да, что мы более или менее вернем ситуацию, хоть в какой контроль, там, летом, да, когда более или менее будут привиты уязвимые группы, и начнут уже прививать, если не будет сбоев, да, каким-то с производством вакцины уже суперспредеров, ну, тех, кто больше всего распространяет, наверное, под контроль удастся в течение лета, может быть, там, осень, да, взять этот вирус. А вот если, не дай бог, где-нибудь, в норках ли, еще в каких-то животных, или среди каких-то групп людей, как мы вот в Англии видели, произойдет какая-то неприятная мутация, которая выведет его из-под вакцинного иммунитета, тогда мы, конечно, получим проблемы. Ирина Якутенко в нашем эфире. Это все, на что хватило времени сегодня, дальше больше. Это Настоящее время итоги с Юлией Савченко из Вашингтона. Оставайтесь на нашем канале. Мы с вами увидимся в следующую субботу. Здоровых вам выходных! Субтитры сделал DimaTorzok